Девочка-пай 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 Вот какой-то трепет в душе особый есть? Есть, это всегда приятно, потому что ты как бы вдыхаешь музыку и душу в это заведение, и уже рисуешь как бы музыкальный путь, ну, с какой-то точки зрения. Но вот сегодня нам особенно приятно, потому что заведение очень уютное, светлое, душевное, и атмосфера действительно очень теплая. Я думаю, вот сегодня наша глубокая, сочная музыка дополнит всю эту атмосферу своим таким сочным, душевным грохом. Вас можно встретить как на электронных фестивалях, а-ля Казантип, как в ресторанах, как в ночных клубах. Не думали ли вы работать под псевдонимами, как делают многие диджеи, да, и писать определенную музыку под определенную категорию людей? Думали, и были у нас такие варианты и желания, но мы решили соединять и сочетать в себе все несоединяемое, несочетанимое, быть, так сказать, многостаночниками. И вот, возможно, в будущем, в ближайшем, нас ждет такой сюрприз. Я не буду раскрывать все наши карты и козыри, но, возможно, нас увидят в совсем новом, неожиданном амплуа, но которое будет понятно более широкому спектру аудитории. Для нас главное, чтобы люди воспринимали именно наше выступление. То есть, какое оно получается, для какой публики музыка, это уже второстепенно. А главное, это то, что мы можем сочетать абсолютно разную музыку, но всегда она будет... Находить связь со слушателем, то есть какой-то резонанс энергетический попадать. В украинском, ну, шоу-бейте, в бизнесе, скажем так, у вас нету конкурентов. Не скучно ли вам без них живется? Есть конкуренты в разнообразных областях. То есть, когда мы выступаем на электронной сцене на каком-нибудь фесте, у нас там нереальное количество артистов, которые могут с нами конкурировать, там, по энергетике, по танцполу и так далее. Там, когда мы играем в струе по радио, когда переключается трек, у нас там свои конкуренты. То есть, у нас конкурентов, наоборот, намного больше еще, чем у артистов определенного жанра. Но именно по груву нету, ну, то есть, по нашему саунду нету конкурентов, потому что мы считаем, ну, то есть, мы хотим свой какой-то собственный экспериментальный звук найти. Я думаю, мы его в какой-то части уже нашли, и чем больше мы его будем еще отшлифовывать, тем ярче и как бы обособленнее мы будем на сцене как артист. Субтитры сделал DimaTorzok Я желаю еще более расширять свой музыкальный кругозор и подпитываться хорошей музыкой, и находить в ней резонанс своим эмоциям, и не вестись на то, что хотят навязать. Спасибо тем, кто понимает, слушает и поддерживает нас в нашем творчестве. Я хочу, ну, поздравить всех, конечно же, с Новым Годом, пожелать, чтобы в вашей жизни было больше музыки, больше веселья, больше переживаний, и любви хочу всем пожелать. Мы вас поздравляем с открытием. Действительно, очень интересное событие для нашего города. Мы давно ждали открытия какого-то действительно классного заведения, высокого уровня. Как считаете, удалось ли открытие? То, чего хотели добиться, наверное, добились, в первую очередь, атмосферу. Те люди, которых я хотела видеть, и все заведение. Все, на самом деле, сейчас радует. Есть какие-то нюансы, но эти нюансы должны быть, то есть нужно остановиться, сказать «стоп» и расслабиться. Так все на высшем уровне пока. Как вы считаете, чем вы удивите город Харьков, открыв такое заведение? Легко отвечу на этот вопрос, потому что в нашем городе нет такого заведения. Вот именно у нас называется лаунч-холл. У нас есть лаунч-кафе, есть лаунч-бар, но нет лаунч-хола. Холл подразумевает то, что у нас будет происходить ряд мероприятий закрытого, ну, закрытого, полузакрытого типа. То есть мы добиваемся, чтобы публика у нас была та, которая будет чувствовать себя комфортно. То есть, как говорится, так в простонародье, да, людей с улицы не будет. Концепция очень проста. Это лаунч-музыка, это хаос, это только коммерция. Это то, что может полюбить человек от 25 лет и старше, который в тенденциях, да, который следует тенденциям фьюжн. Для красивых, для думающих людей, для интеллектуальных людей, для людей с харизмой, для людей, которые могут прийти и ощутить атмосферу лаунча. То есть у нас в интерьере это все подчеркнуто. Кухня, которая у нас представлена, это Европа с оттенками Италии. У нас работают два шеф-повара, которые покорили уже Харьков и не только Харьков. Вот, поэтому мы стараемся для того, чтобы люди и кушали вкусно, и отдыхали вкусно, и музыка была вкусной. То есть все в концепции. Оксана, ты как человек, который знает очень много о клубной жизни города Харькова, скажи такую вещь. Как ты считаешь, отживают ли свое большие клубы? Ну, в принципе, как бы будущее за маленькими комплексами, когда можно прийти, расслабиться, чего-то выпить, потанцевать и так далее. То есть как бы дискотека такая вот, большая, красивая. Да, я думаю, все-таки она теряет свою актуальность сегодня. И люди ищут комфорт, люди ищут уют, какую-то красоту, эстетику. Поэтому я думаю, что, в принципе, будущее за маленькими, очень интересными, идейными заведениями. Панорама – это попадание в точку? Да, потому что панорама – такое красивое название, безумно классное, такое вот широкое, масштабное, такое глобальное, емкое. Я думаю, что они будут флагманами, они будут у руля. Я бы хотела, чтобы это заведение собирало в себе очень интересных людей, разноплановых, чтобы даже вот, придя сюда через несколько лет, ты что-то для себя открывал и встречал новых, новых интересных людей. Поделитесь впечатлениями от заведения. Я очень рада за Харьков, потому что мне кажется, что это заведение европейского уровня. Оно маленькое, компактное, очень дружелюбное, и мне кажется, здесь будут хорошие вечеринки. Как вы считаете, чем может привлечь это заведение непосредственно харьковчан? Ну, интерьер мне очень нравится. Место расположения отличное, в центре это очень удобно. Хорошая музыка, я обратила внимание, что хорошие бармены работают, очень приятные. Рядом со мной находится резидент панорамы, диджей Вадим Эрстен. Вадим, расскажи, пожалуйста, как ты собираешься создавать музыкальную атмосферу в этом заведении? Заведение достаточно такое концептуальное и на сегодняшний день очень даже актуальное. Поэтому, как на мой взгляд, здесь подходит музыка. Я думаю, хаос-музыка с диско-оттенками, с лаунж-оттенками и без всякого хаоса. Как ты считаешь, будущее клубной культуры нашего города за подобными заведениями или за большими клубами? Как по мне. Чем старше человек становится, тем он больше придерживается каких-то более таких закрытых, концептуальных заведений. Самая агрессивная женщина в этом заведении, вы можете посмотреть, оценить ее платье, это просто мечта любого мужчины. Мечта любого мужчины, сексуальная мечта, сексуальная фантазия. Асточка, я понимаю, что, наверное, может быть, не вовремя мы к тебе подошли. Не страшно. Что как раз разгар ночи и возле входа стоит огромная толпа. Ты фейс-контрольщик, я так понимаю. Я фейс-контроль, я человек, который отвечает за фейсы, за лица людей, которые к нам приходят и вообще за лицо нашего прекрасного заведения. Ну вот скажи, пожалуйста, много ли людей сегодня не попали все-таки в панораму? Честно, да. Почему? Не потому, что я сумасшедший критик, не потому, что я не люблю людей, я очень всех люблю, я очень добрый человек, но мы хотим создать заведение, которому не будет равных. Равных в плане музыки, еды, что самое главное, персонала обслуживающего, а также людей. Потому что, когда наши модники, да, приходят, вкусно поесть под хорошую музыку, они хотят видеть рядом с собой таких же модников. Мы стараемся держать уровень, марку, поэтому приходится отказывать, конечно. Ну, каким критерием должен соответствовать человек, чтобы все-таки он смог пройти в это заведение? Самое первое, человек должен зайти с улыбкой. С улыбкой и быть счастлив тому, что он сюда пришел. Это первое. Второе, конечно же, внешний вид. Потому что заведение определенного уровня и хотелось бы видеть тут исключительно красивых людей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok